Добрый день, уважаемые телезрители канала Управда ТВ. Это программа «100 вопросов», я Диана Кавелла. Я очень надеюсь, что все вы сейчас сидите дома и максимально стараетесь обезопасить себя от инфекции. Сегодня моя героиня — исполнительный директор фонда «Ульяновск. Культурная столица» Татьяна Ившина. Татьяна Александровна, здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти на интервью. Скажите, вы сейчас преимущественно самоизолируетесь или ходите на работу? Ну, во-первых, здравствуйте, спасибо за приглашение. Да, наша вся организация находится на дистанционной работе, поэтому мы все дома. Получается ли эффективно работать? Как оказалось, иногда даже более эффективно, чем когда мы работали оффлайн. Это какие наблюдения? Ну, во-первых, привычка планировать свой день, планировать встречи, договариваться о чем-то. Она осталась, она перенесена. Слава богу, технические средства это позволяют, поэтому большинство дней рабочих проходит очень насыщенно. И получается работать, получается готовить, выполнять те задачи, которые мы ставим перед собой. Не знаю, я не скажу, что меня что-то сильно угнетает, и мне кажется, у нас коллектив находится достаточно работоспособным в состоянии. Татьяна Александровна, сейчас расхожая фраза «мир уже не будет прежним». Вот что изменится в вас, если вы рефлексировали по этому поводу после завершения этого непростого периода? Я думаю, что, наверное, буду как-то бережнее относиться к себе и к своим коллегам. Второе, я думаю, что нужно будет из этого карантина многое взять с собой в ту жизнь. То есть то, что мы раньше делали живьем, оффлайн, то, что мы ездили, встречались. Я не говорю о том, что это будет иметь меньшее значение, но о том, чтобы достигать эффективного результата, можно будет воспользоваться теми формами общения, которые дала нам эта самоизоляция. Татьяна Александровна, 15 лет назад по приглашению нового губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова вы приехали в Ульяновск. Были ли у вас 15 лет назад сожаления, тревоги, сомнения? И чем вас тогда зацепил новый губернатор? Ой, батюшки, 15 лет назад, да. Ну, я как-то уже говорила в каком-то интервью, что через полгода у меня прошло ощущение командировки. Первые полгода было, да, такое вот чувство, что я приехала в большую длительную командировку, поработаю немного и уеду. Но вот буквально уже к лету, где-то в июле, в августе, у меня это ощущение пропало. То есть я стала себя чувствовать достаточно комфортно, поняла, что это, ну, если не навсегда, то надолго. И, видимо, как-то немножко ритм жизни изменился. Что зацепило? Я тогда работала на уровне управления городом, то есть начальник управления культурой городом. Приглашение было на должность министра регионального. Наверное, масштаб, ну и, так скажем, немного знала о Бульяновске, немного, вернее, даже не о Бульяновске, а немного знала о Сергея Ивановича. То есть год работы, два года работы в программе «Культурная столица Поволжья» дала пищу для размышлений, кто такой Морозов и зачем он идет во власть. Поэтому мне показалось перспективным и интересным поработать в команде такого человека. У вас бывают с ним разногласия? Конечно, очень часто. Кто побеждает? Побеждает, наверное, тот, кто сможет убедить, потому что за эти 15 лет у меня было много поводов удостовериться в том, что губернатор внушаемый, убеждаемый человек, что если ты доказываешь свою точку зрения, он к ней прислушивается и как бы она становится общей точкой зрения. Он вас уважает и часто это подчеркивает. Татьяна Александровна, как считаете, какие качества он ценит у вас? Ничего себе вопросик. Ну, это, наверное, вопрос к нему. Ну, мне кажется, что все-таки я достаточно творческий человек. И хотя говорят, что чиновник должен быть законопослушным, должен быть, знать законодательство, выполнять. Я думаю, что к любой работе нужно относиться творчески. И если ты это делаешь, то ты получаешь нестандартные результаты. Поэтому, может быть, вот это качество. Не знаю. Татьяна Александровна, вопрос, который задают многие. От рядового обывателя до депутата. Ну, для чего региону нужен фонд Ульяновск, культурная столица? И что было бы, если бы фонда не было? Ну, можно ответить шуткой. Наверное, ничего бы не было. Ну, уж точно. Не вышли бы толпы людей, не перекрыли улицу Гончарова в знак протеста, если бы такое решение было принято, закрыть фонд или не открывать фонд. Это решение появилось в 2011 году. Эта идея, вернее, появилась в 2011 году. Реализована была в 2012 году. Наверное, к этому времени, а я уже работала в команде губернатора 7 лет, 8 лет, созрело ощущение, что не все задачи, которые мы сами перед собой ставим, область перед собой ставит в сфере культурной политики, можно решить, имея только те институции, которые были на тот момент. То есть Министерство искусства и культурной политики, сеть подведомственных учреждений культуры. Что нужна была организация с функционалом, который отличается от функций органа госвластия, от функций учреждений культуры. И был интересный период времени, когда мы писали устав этого фонда. Рядом стояли, лежали два устава. Устав положения деятельности министерства и устав учреждений культуры. Задача была непростая. Нужно было не повторяться. Это чисто технически, но это и очень важно было технологически. Нужна была институция, которая была бы гибкая по форме, то есть это должна быть некоммерческая организация, но в то же время выполняла функции института развития. И практически одновременно с этим в Ульяновской области появились и другие институты развития в других отраслях экономики. Поэтому для чего нужно? Для того, чтобы задавать неудобные вопросы, для того, чтобы соединять тех, кто жил раньше в параллельных мирах, для того, чтобы искать интересных партнеров и притаскивать их, привлекать на территорию Ульяновской области, для того, чтобы что-то делать в качестве эксперимента, а потом внедрять этот эксперимент и делать его обычной практикой в деятельности культурной сферы. Ну, наверное, ответов много. Какого-то одного такого вот ответа нет. У вас бывают сомнения в эффективности работы фонда? Конечно, каждый год. Особенно это часто бывает, когда готовишь отчет или когда готовишь какую-то информацию по итогам, анализируешь то, что оказалось в багаже у тебя за этот год. Ну, мы практически каждый год делаем такую перезагрузку. У нас что-то отпадает от деятельности, что-то вновь появляется. Но, опять же, это возможно только благодаря тому, что фонд учрежден государством. Ежегодно фонд Ульяновск-культурная столица проводит международный культурный форум. Насколько я знаю, Ульяновский культурный форум старше, чем Санкт-Петербургский международный культурный форум. Сейчас очень непростой период. А впереди в ваших планах было проведение 10-го юбилейного международного культурного форума. Какие у вас планы? Отменять или проводить? Планы пока проводить. Более того, в начале года проведение этого форума вошло в планы значимых мероприятий области. И готовилась его концепция, ну, как в обычной жизни, да, программа. Было направлено письмо в ЮНЕСКО, потому что мы с 2013 года ежегодно получаем поддержку. И, наверное, сегодняшняя ситуация, карантин, изоляция, наверное, только откорректирует форму проведения нашего форума, потому что сейчас работает большая активная проектная команда над концепцией, программой. А какая из прогнозных точек зрения в отношении конца пандемии вам ближе? Недавно тоже прочитала о том, что в мае это пик, и конец июня, четвертая неделя и июня, и начало июля это снятие карантинных мероприятий, ну, а возврат к такой, к обычной жизни, это как раз вот сентябрь-октябрь месяц. Очень хочется, чтобы проведение нашего форума совпало с началом такой активной жизни. С недавних пор Татьяна Александровна ликвидировано Министерство развития международных и межрегиональных связей. Полномочия по осуществлению этих функций переданы фонду в какой-то части. Почему фонду? Ну, во-первых, сразу скажу, что переданы трем структурам, которые теперь работают в партнерстве. Это управление внешних связей, все, что касается вопросов дипломатического, такого политического характера. Вопросы экономики по-прежнему ведет корпорация развития, а нам передан гуманитарный блок. Я думаю, что это вот решение у губернатора, у правительства появилось в связи с тем, что последние пять лет мы очень активно работаем в формате международного гуманитарного сотрудничества, наработаны неплохие связи с посольствами, с культурными центрами, с творческими деятелями. И более того, хочу сказать, что это не всегда только культурные проекты, это и творческое предпринимательство, это экология, это наука. Поэтому я думаю, что это достаточно было логичным решением. Фонд готов к расширению своих функций, в той части, чтобы добавить спорт, экологию, образование? Ведь раньше на международной арене вы занимались культурными проектами. Я думаю, что да. Никто не исключал партнерство. И мы прекрасно понимаем, что без партнерства мы эту задачу выполнить не можем. Поэтому, конечно, это и весь министерский блок социальной сферы, это конкретные организации, это общественные организации, это НКО, которые сегодня готовы в этом формате работать. Вы дважды были министром культуры Ульяновской области. Несколько лет назад Евгения Евгеньевна Сидорова была вашим заместителем. Сейчас она министр культуры. Как складываются ваши взаимоотношения? Да, на моем веку уже было много министров, с которыми складывались по-разному отношения. Евгения Евгеньевна тоже очень коммуникабельный человек. Поэтому я считаю, что у нас нормальные рабочие отношения. Мы много пересекаемся. Деятельность нашего фонда лежит в рамках реализации региональной государственной программы развития культуры. Поэтому это даже такой чисто формальный повод нашего сотрудничества, нашей коммуникации. Но на человеческом уровне я считаю, что у нас тоже нормальные, хорошие отношения, доверия, так скажем. Если бы так сложились обстоятельства, вы бы согласились снова возглавить министерство? Я искренне говорю нет, потому что я об этом говорила и перед вторым, так скажем, заходом, но тогда не смогла отказать губернатору в его предложении. Я считаю сейчас в Ульяновской области много интересных, успешных работников культуры, которым вполне по силам эта работа. Татьяна Александровна, что должно произойти, чтобы жители региона не сомневались в том, что Ульяновская культурная столица? Интересный вопрос, такой философский, потому что культура, она ведь не в количестве зданий, учреждений, организаций, в афишах или событиях, она внутри каждого человека. И мне кажется, что если 99% жителей нашего города читают книги, ходят в театры, играют с детьми в народные игры или принимают участие в народных праздниках, обучают ребенка каким-то творческим направлениям в домах творчества или в детских школах искусств, то есть творчество является, культура творчества, искусство является частью обычной жизни обычного человека, то тогда это однозначно культурная столица. Татьяна Александровна, сейчас вся активность уходит в онлайн, в любой сфере. Есть ли риск того, что переход культуры в онлайн убьет региональную культуру? Ведь зачем смотреть на культуру райцентра, если в интернете доступны столицы? Понимаете, культура — это не всегда потребление. У очень многих складывается впечатление, что я только зритель, слушатель, читатель. Культура — это еще и творчество. Творить в онлайне ты, находясь дома, не можешь. То есть тебе, ты самовыражаешься, да, ты что-то можешь делать один сам для себя, но у тебя возникает определенный момент, когда ты хочешь этим поделиться, подарить часть своего творчества. Ты хочешь сам спеть песню, а не только слушать профессионала. Ты хочешь сам музыцировать, ты хочешь писать картину, ты хочешь заниматься дизайном или какими-то другими направлениями. Поэтому я думаю, что все-таки мы будем относиться к онлайн-технологиям как к прикладным. А что для вас в эти дни онлайн отдушина? Очень много образовательных курсов. Почему-то они, я подозреваю, что они были и раньше. Но мы раньше к ним относились, наверное, свысока. Нам казалось, что зачем ехать на какой-то, вернее, зачем слушать выступление онлайн, когда можно посетить этот форум, да, и решить еще какие-то задачи. Я думаю, что мы недооценивали возможность хороших онлайн-курсов. Я просто восхищаюсь. Сейчас вот я слушатель двух онлайн-курсов. Один по образованию, другой по работе некоммерческих организаций. Потрясающе. Во-первых, по технологии, как это сделано. Я понимаю, что это качественный продукт, который будет востребован и в обычной жизни. И хочется делать так же. Так же классно. Татьяна Александровна, некоммерческий сектор культуры. Это дублирование функций государственных учреждений или расширение так называемого рынка предложений? Я думаю, что второе. Однозначно второе, потому что это не имеет статуса государственного задания. Это не определяется сверху. Это определяется или внутренней потребностью, как создаются НКО. И чаще всего это не индивидуальный труд, такой коллективный. И второе, это все-таки запрос. То есть еще такое предложение появляется тогда, когда нет государственного предложения. Насколько плотно фонд взаимодействует с НКО? Ну, я думаю, что у нас это, наверное, половина нашей работы. Фонд «Ульяновск культурная столица», как вы сказали, это отраслевой институт развития. Есть ли подобные институции в других регионах? Вы знаете, сейчас не готова сказать по 2020 году. По концу 2018 года Роскультпроект проводил мониторинг. Шесть подобных организаций в Российской Федерации было создано на уровне субъектов Российской Федерации. Я думаю, что 2019 год был таким импульсом по созданию некоммерческих таких структур. Возможно, сейчас это количество, ну, как минимум, там, трети, наверное, субъектов имеют подобные организации. Поэтому мы не уникальны сейчас, но в свое время были одними из первых. Подглядывайте за деятельностью? Мне очень нравится, например, деятельность воронежских вот таких некоммерческих организаций. Я знаю, несколько таких фондов есть. Я знаю, есть в городе Москве, в столице, естественно, такие структуры. Это, наверное, даже не подсматриваем. Это, наверное, какой-то в хорошем смысле обмен опытом и взаимодействием. Вы можете назвать слабые стороны фонда Ульяновск-культурная столица? Да, не принято, наверное, об этом говорить. И мы, наверное, только последние годы стали на это делать отдельный упор. У нас нет генерального партнера. Нам бы хотелось, чтобы кроме такой серьезной субсидии, которую мы получаем от государства, у нас были такие более... Генерального партнера чего, Татьяна Александровна? В деятельности и финансового, и содержательного. Вот когда в 18-м году, в конце 18-го года мы получили, выиграли очень серьезный грант фонда Потанина, то, понимаете, мы не только деньги получили от фонда Потанина, мы получили очень серьезную ресурсную поддержку. Можно было бы назвать достаточно такую кадровую неустойчивость. Много людей прошли через фонд. Но я на это смотрю всегда положительно. Я очень радуюсь тем людям, которые выпоркнули из нашего фонда, которые реализовали свои собственные проекты. Поэтому, наверное, это все-таки не минус, наверное, это все-таки особенность нашей работы. Татьяна Александровна, одна из функций фонда «Ульяновская культурная столица» это быть связующим звеном между бизнесом и властью. Кроме того, фонд берет на себя работу по развитию креативных индустрий региона. Какие реальные действия сейчас происходят для обеспечения диалога власти и бизнеса? И какие меры поддержки представителей креативных индустрий были приняты властью с подачи фонда? Я сразу хочу сказать, что креативные индустрии – это тоже малый и средний бизнес. Поэтому весь перечень мер поддержки, собственно, можно найти на ресурсе корпорации развития предпринимательства на Open Business 73. Он касается абсолютно всех отраслей, а культура попала в перечень особо пострадавших в период пандемии. Поэтому практически там все формы касаются. Что конкретно от нас? Так как у нас есть два креативных пространства, на которые живут или арендуют творческие предприниматели, естественно, возник этот вопрос, возможно ли помочь с арендными каникулами, с арендной отсрочкой платежа, с вообще отменой арендной платы. И, собственно говоря, этот вопрос тоже очень активно обсуждался в правительстве. И я надеюсь, что все-таки по креативному пространству квартал, который является государственной собственностью, у нас такое решение будет принято. То есть не арендные каникулы, а льготы, так скажем, предоставленные по отмене арендной платы. Во втором креативном пространстве у нас частная собственность. И тут мы работаем очень активно с собственником. Арендные каникулы уже предоставлены нашим арендаторам. Но вот сейчас мы определяем тонкости дальнейшего взаимодействия. Это вот то, что на поверхности. Ну а чем еще реально помогаем? Я считаю, что вот та программа, которая сейчас запущена для предприятий легкой промышленности, совместной, так скажем, при поддержке Ассоциации, вернее, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Программа началась еще в декабре, сразу после принятия о ней решения. А запускается сейчас в апреле, рассчитана почти на полгода. Это программа по акселерации, по трансформации региональных брендов для предприятий легкой промышленности. Я считаю, что это вот, наверное, те конкретные шаги, которые может почувствовать на себе предприниматель именно в данной сфере деятельности. Не скажу, что они касаются всех, тут как бы четкая такая градация. Но в программе, которая вот сейчас затевается, акселерация региональных брендов, мы очень надеемся, будут принимать участие и представители других творческих индустрий. Нам нужны и фотографы, нам нужны видеографы, нам нужны в команду будут и музыканты, и режиссеры. Татьяна Александровна, креативная индустрия – это достаточно широкий спектр отраслей. Журналистика, пиар, архитектура, фотограф, видео, медиа, писательское мастерство, опять же. Вот что они могут взять от взаимодействия с фондом? С какой инициативой или безидейно они могут прийти в фонд? Как вы находите точки зрения? Когда нет идеи, я думаю, что нет и потребности. Поэтому, конечно, если есть идея создания продукта, потребность в кооперации с кем-то, есть идеи, но нет средств и не знаю, где взять, потребности самые разные. Чаще всего приходит, знаете, с какой просьбой, с предложением, выстроить отношения и диалог с властью. То есть все-таки трудновато у нас достучаться до органов и муниципальной власти. Поэтому мы на себя берем функции в какой-то степени продюсирования, поддержки, административного ресурса. Самая такая наша востребованная функция – это коммуникационная. То есть, к сожалению, иногда творческий предприниматель или творческий человек не может, не умеет коммуницировать с другими людьми, которые живут в других парадигмах, которые живут, у них другой совершенно менталитет. И чаяние отдельного творца, конечно, для них это редко, когда они его могут услышать. Второе, конечно, это мы помогали очень многим профессиональным сообществам становиться этими сообществами. Потому что пока это было, например, такое хаотичное какое-то явление, все были изолированы друг от друга, но вот в результате каких-то наших действий мы помогаем людям понять, что вместе они силы, вместе они могут... То есть я правильно поняла, Татьяна Александровна, двери фонда «Ульяновск культурная столица» всегда открыты для инициативных предпринимателей малого и среднего бизнеса, креативных индустрий и гражданских активистов. Всегда. Если им нужна ресурсная поддержка, иногда финансовая, или вот выстроить дело. Мы не всегда можем дать деньги, но мы всегда подскажем, где и как эти деньги можно дать. Поняла. Татьяна Александровна, кроме того, что вы возглавляете фонд, вы еще являетесь деканом факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Мой первый вопрос в этой связи связан вот с чем. Насколько вы считаете конкурентными выпускников нашего вуза по сравнению с вузами и подобными страны? Хороший вопрос, сложный. Я считаю, что конкурентно способны. Понимаете, те 4,5 тысячи выпускников за 30 лет наличия этого факультета в Ульяновском госуниверситете доказали, что конкурентно способны. Чем доказали? Доказали тем, что половина труппы Ульяновского областного драматического театра выпускники ОЛГУ. Если мы возьмем такую театральную институцию, как молодежный театр, там 90% выпускников. Есть цифры, которые просто подтверждают то, что если бы они были не конкурентно способны, то, наверное, они были бы не востребованы на рынке труда. Это первое. Второе. К сожалению, у нас на территории нет профильного вуза, консерватории для творческих людей. И действительно, самые талантливые дети вынуждены уезжать в Москву, в Питер, в Нижний, в Самару и так далее. Но не всегда вот это вот такое глубокое профессиональное образование требуется нам. И не все могут рискнуть поступить в консерваторию. Возможно, кому-то после музыкального училища вполне достаточно, например, музыкального отделения нашего факультета культуры и искусства. Но это возможность получить без выезда в другой город высшее образование. Это возможность работать и учиться, потому что у нас есть очно-заочная форма. Поэтому я считаю, что у нас много проблем. Я, наверное, даже могу здесь говорить больше, что проблем больше, чем каких-то плюсов. Но, поверьте, иметь в структуре классического университета факультет культуры и искусства – это классно. Это мудрое решение, которое было принято в 90-е годы. И я очень благодарна тем, кто это сделал в свое время. Одно из решений, которое принято Министерством науки и просвещения – это образование в онлайн. Вот если физику, морфологию, химию можно сдать онлайн, как ребятам поступать со сдачей поэте, вокальных милизмов тоже онлайн? Очень большой вопрос. И сегодня все творческие вузы в поиске. Рекомендации нашего учредителя говорят – да, онлайн. Но пока все практики, все госэкзамены передвинуты на более поздний срок. Вы знаете, что мы все равно попадаем в удлинение учебного года. И пока идут теоретические занятия, то, что нужно и возможно. Мы знаем, что наше Министерство культуры Российской Федерации, хотя он для нас не является учредителем, но является таким методическим центром, разрабатывают сегодня рекомендации о том, как принимать выпускные экзамены у студентов творческих специальностей на дистанционном формате. Но окончательная точка не поставлена. И я думаю, что будет какой-то гибридный формат. Вот. Как-то так. Почему в эти дни карантина вы скучаете больше всего? Ну, по живому общению, конечно. По дочке очень скучаю, потому что я понимаю, скайп, зум – это все очень хорошо. А где дочка? Дочка работает и живет в Москве, поэтому, к сожалению, сейчас вот только дистанционный формат общения. Когда откроют все границы? Куда бы вы хотели поехать? Ну, хочется к мамочке поехать. Маме 83 года, и мы все очень переживаем. Она в глубокой изоляции, ей доставляются продукты. Мы ее не выпускаем вообще никуда из дома, чтобы она ни с кем не контактировала. Наверное, вот все-таки к своим родным, которые живут тоже не в Ульяновске, в другом городе. Подрастает молодое поколение, маленькие дети, вот мама. Да, наверное, все-таки к родным и близким. Почему-то как-то нет позыва поехать в какое-то путешествие, хотя я очень мобильна, всегда активна и много езжу, но вот сейчас хочется к родным и близким. Татьяна Александровна, спасибо вам за это содержательное интервью. Неужели все 100 вопросов? Я желаю вам, вашей семье, вашей команде, частью которой я тоже являюсь здоровьем. Дорогие друзья, смотрите наши следующие эфиры. Это была программа «100 вопросов». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова